Сосмородины, красные, двулетные, Наталия. Вместе с осмородиной сотрудники Росельхознадзора отбраковали и отправили на ответственное хранение еще пять видов плодовых деревьев, всего 109 саженцев. На них были просрочены или полностью отсутствовали сертификаты и заключения лаборатории о качестве. Хотя на этой точке, говорят проверяющие, ситуация близка к образцовой. Как правило, у продавцов вообще нет ни одного документа. Покупатели попросили бы обращать внимание в первую очередь, как на сами саженцы, а не на картинке, которые к ним прикреплены, и те красивые этикетки, которые на них имеются, а прежде всего требовать документы, подтверждающие их сортовые пассивные качества и фитосанитарное состояние, поскольку только эта информация достоверно подтверждает, как их происхождение, так и ту информацию, что они являются не заражены ни карантинными объектами, ни болезнями, ни вредителями. Однако, чем оформлять все по правилам, продавцам дешевле заплатить административный штраф. Даже за повторное нарушение он составит около 2000 рублей. А заключение лаборатории только на одно наименование продукции – порядка 500. Тем более, сами дачники натуры открытые и доверчивые. С бумагами дело иметь не привыкли. Я думаю, без документов такое не будет стоять количество. Обычно у дороги стоят. Нужно, чтобы корни были хорошие в первую очередь, и прививочка, чтобы не сломана была. Вот так. А вы, когда выбираете саженцы, спрашиваете, какие документы разрешите? Разрешить – не спрашиваю, верю на слово. Саженцы для продажи в Оренбурже везут из питомников всей страны – от Дагестана до Кирова. И хоть какую-то гарантию, что дерево приживется, могут дать лишь документы оформленной специализированной лаборатории. В сезон только в областном центре работает не менее 20 точек продаж саженцев. И большинство из них напоминает лотерею – вырастет, не вырастет. Александр Движков, Владислав Горбунов. Новости дня.